Всем привет! Большой привет! Обещала снять, что наделали вчера. А сегодня дождь. Сегодня дождь. Мы перебежками-перебежками. Дождь, мокрый снег. В общем, все говно в мире. Ну, бывает и хуже, ладно. В общем, сколько сможем, пока до конца не промокнем. Поработаем. Сейчас покажу, хоть что вчера сделали. Но сегодня почему-то... Не знаю, в общем, почему. Моя любимая привычка. Сегодня переключились на другую работу. Это передняя часть бабульного забора. Забор весь рухнул. А здесь кусты, которые в 60 лет не выкапывались. У них уже на 50 см. Земля тут поднялась выше, чем грядки. И там очень много улиток зимует еще. Так что мы сейчас вот это все вырубаем. Ребята большие молодцы. Много помогли, повырубали. А мы за ними сейчас будем скапывать новые столбы. Насречек, правда, нет. Наверное, от меня придется возить. С местечка здесь освобождаем под будущий забор. Выковыриваем корни. Вот такая у меня классная-классная лопатка. Очень острая, очень крепкая. Прямо у спиреи, вот этой вот... У дикой-то этой вот бабулиной все корни поднимает очень хорошо. Это спасибо за такую классную конструкцию. Это мне Галиночка подарила в свое время. Сказала, классная-классная штука. Бери, не пожалеешь. Она острая. Просто можно вот заколоть. Как штырь. О! Вот у нас главный работник. Пошлаать! Да, главный работник по кушанию и по кофейку. Ой, ребята, вот дом ремонтировали, поэтому оставили нам немножко рейки там на заборы. В общем, нам пригодятся. В общем, что? Ну, я решила, почему-то был очень сильный дождь. В общем, все это на доске капало, обмакало. Я думаю, блин, может быть, сегодня кустами все-таки заняться перебежками между дождем. Можно посидеть в машине, потом выбежать еще. А это то, что мы вчера успели сделать. Эту панель мы еще большую не приколотили. Еще думаем, как ее выровнять, подровнять, или урезать, или убавить, или что. Пока еще не решили. От мосточки мы уже сколотили. Мосточки у нас... Ой! Ну, разумеется, намного лучше, чем были. Так что, ну, вот как-то так. Подровняли половые доски, которые вот с полов сняты у бабули были. Ну, сейчас ей тут клумбочек. Еще наделаем немножечко вокруг, чтобы цветочки красиво цвели. Ой! Ну и что? Третий день. Третий день. То, что я думала, что мы за один день успеем. На самом деле, вот, идет третий день, и он нас просто выгоняет. Он нас выгоняет. Как вы устали? Идите, отдыхайте, кушайте, пейте кофе, отдыхайте. Нелетная погода. Ну, на самом деле, делов и дома очень много. Поэтому сейчас стараемся побольше чего-нибудь успеть. Ой, вот как-то так. Пока как-то вот так вот у нас. А, и все. Пришла, стою. Вот так вот. И похвастаться, говорится, нечем. Ну, ладно. Будет у нас теперь вот здесь вот такая зона. Можно будет там, не знаю, полычки постирать, если что, или что-то такое расстелить. Думаю, что будет удобненько. Лавочку такую сделать вовсю побольше. И можно будет сидя какими-то делами заниматься. В общем, дел у нас миллион. У меня на участке тоже дел миллион. И все почему-то куда-то ушли. Куда все ушли? Кофе пить, что ли? Ну, ладно. Сейчас к ним присоединюсь. Не раздеваюсь. Выпью полчашечки кофе. Потому что мне уже скоро обратно. Обратно. Потому что дома тоже и печка, собачки оставлены. Но мы тоже делаем многое. Так что сейчас сколько забора успеем, столько успеем. Ну что, вот мы делали щеки забора. Здесь у нас заборчик пойдет. И мы такие рыхлим. Тут корешки убираем. Такие все. А у нас, оказывается, столб не вкопать. У нас земля замерзшая. 20 сантиметров. Сверху рыхлый. А внутри лед. И нам даже столб не вкопать даже на 20 сантиметров. Вот такие вот мы деловые колбасы, блин. У нас, можно сказать, работа на полпути встала. Ну ладно. Всегда есть на что переключиться. Но мы расстроились капитально. Думали, сейчас уже прибьем хоть так чисто визуально от собачек, так сказать. На этом кустам уже лет 60. Тут, наверное, если не 70. Как посажено в обуле-боле. Ну вот. Сегодня мы что-то не очень как-то сильно поработали. Но на самом деле работали, да. Тут прям корней прямо капец. Выкапывали, капывали. В общем, что, столб нам не вкопать. Ну, хотя бы подобрали сейчас столбики. Да, еще у нас очень замечательные соседи. Пока мы думали, из чего нам делать забор. Дяденька сосед нам вот такую сетку прямо притащил. Говорит, нате, вам будет у вас забор. А ему не нужно. Вот так вот, представляете? Я говорю, у меня самые лучшие соседи на свете. Пока мы тут втроем бабьими мозгами решали, решали, мужик все за нас решил. Принес нам сетку. Так что у нас замечательный сегодня день. Все, я уже уезжаю к своим козочкам свой забор доделывать. Собачата там тоже скучают. Вот. С погодой не повезло, да. А всем остальным с легким паром. И завтра нам с погодой будет чуть-чуть получше. Дождя не обещают. И завтра мы продолжим. Но, скорее всего, вряд ли мы, если сегодня у нас там лед, и мы не смогли вкопать столб. Завтра тоже вряд ли мы его вкопаем. Так что, думаю, завтра мы продолжим со святунькой мостки делать бабуле. Дальше уже к бане, к колодцу туда. И что, будем ждать оттаивания, пока нам тут земелька соизволит разрешить. А то прямо на 20 сантиметров то, конечно, вообще не дело. Не знаю, будет ли, если туда, может быть, чайник кипятка вылить, будет от этого толку или не будет. Понятия не имею. Ну, после 15-го нам обещают тепленькую погодку. И я думаю, вот тут мы как рванем, как рванем. Точно, пока в огороде никто не упадет, никого не отпущу с огорода. Ха-ха-ха. Ну, вот я. Ха-ха-ха. Я дома. Ну, конечно, в зеркало смотрюсь, только когда снимаю себя на видео. Но это я встроила забор. Как-то так. Такие нынче, блин, женщины в зеркало забываются смотреть. Ой, ну что, все пошли в баню. Я поехала к животным, выпустила козу сейчас пастись. Где вы там? Где вы там? Вот она пока мирно за заборчиком пасется. Но это потому, что я сейчас к другому концу заборчика подойду доделывать. И она сейчас так тихо-тихо, незаметно подползет, начнет там баловаться. Бонька так. Ну, у них что? Если затишье, машин нет на дороге, у нее баловство такое. Выскочить на асфальт, встать вот так вот, и все. И типа, смотри, смотри, я на асфальте стою, пока ее или машина не спугнет, или Бимка не выгонит, либо я за ней с пряником не пойду. Ой, ну ладно, пока повезло. Движению не мешали. Ничего такого пока особо не происходило. Вот. Бабуле не получилось сегодня забор доделать. Ну, конечно, жалко. Жалко. Если бы удалось вкапывать столбы, конечно, мы сегодня, особенно с сеткой, мы бы сегодня все уже доделали бы. И завтра уже спокойно к мосткам бы приступили. Но к мосткам мы все равно приступим завтра, потому что все равно не оттает, я думаю, что земля еще. Потому что у нас вот через каждые пять минут снег. Такая вот весна. Утром шел снег, потом нас дождем окатило, когда на пару градусов потеплело. Вот. Сейчас пару снежинок тоже на меня падало. Завтра вроде обещают без осадков, поэтому завтра мы будем продолжать делать мосточки. Вот. И в перерывах между бабульными мосточками я пытаюсь доделать себе забор. В общем, что-то уже, конечно, подустало маленько, но пойду поколочу, потому что мне сейчас у дороги все равно нужно стоять, совмещать полезное с приятным. Буду ждать, клиент цветочки придет, заберет. А коза заодно попасется, я заодно поколочу. В общем, мы сейчас с горем пополам будем все это в кучке совмещать. Вот так вот как-то. Ну что, кривенький мой, косенький заборчик встают в такой вот болотине и пытаюсь рейки забить в болото. Очень чудно. В общем, что, сначала я думала, что все, не светит мне сегодня забор. Вот. Если видите, что темно, это темно, это темнеет, это уже к ноти дело. Я кулачу забор, но думала, не получится, потому что коза у меня паслась, паслась, паслась и рванула через асфальт. Такая тин-тин-тин-тин-тин и убежала в поле сама пастись. Думаю, ах ты заразина. Пришлось все бросить, пойти в поле. Попасти козу. Попаслись мы с козой, вернулись, подоились. Бимка с Айзой. Увидели кого-то в лесу, то ли зайца, то ли лису, то ли что. Как сиганули в лес. Все. В общем, не дозвалась я их. У них там охота какая-то, в общем, за кем-то они бегают. Ну, что? А я как дура стою и жду. Думаю, ну вот, вот он мой шанс стоять простуженной на ветру, на улице плюс два и колотить этот несчастный забор. Потому что они не отзываются и домой не приходят. Вот так вот. Ой. Так что, ну что, до темна сейчас подожду. Надеюсь, что раньше темноты, конечно, придут. Вот кто-то их там сильно заинтересовал. Надеюсь, конечно, это был не медведь, не лось какой-нибудь. Такие у нас тоже тут гуляют по полям. Надеюсь, что что-нибудь мирное и спокойненько они вернутся домой. Ой. Не знаю. Животные, мне кажется, просто обиженные на меня уже третий день. Что я их и пасу не вовремя, и гуляю с ними не вовремя, уезжаю по другим делам. И они мне хором решили все сговорились, переглянулись и отомстили в общем за все. Так что стою, мерзну и доколачиваю забор. Ну что, дождалась своих гулян. Сделала пару лишних метров забора. Удивительно. В общем, шлялись они, шлялись по лесу и еще с собой привели собачку. В общем, вернулись втроем. Ой, веселые ребята. Ну, в общем, я уже все, я уже ничего не соображаю. Я уже на автомате уже козу подоила. О, весна, господи. Не знаю, как люди умудряются еще праздники справлять и выпивать еще что-то. Без алкоголя хожу такая. Ничего не соображаю. Так, завтра не знаю, господи, будет ли сила или нет. Вчера с баней мокрая поехала, поэтому, конечно, вот я вся-вся-вся простуженная. И просто физически очень просто вот лень встать и согреть воды. Просто сил нету. Даже руки не поднимаются. Не знаю, как завтра. Ой, к бабуле опять ехать. Ну, такие вот у нас замечательные весенние дела. Ну, на самом деле, я всем желаю таких же забот, как у нас, чтобы ни на что не хватало времени и сил. Меньше останется, как, сил на глупости всякие. Вот, типа того. Ой, даже такая интересная вот эта моя, наверное, любимая весенняя вот эта вот усталость. Ой, даже философствовать лень, поэтому я сейчас, наверное, не знаю. Сейчас, скорее всего, вырублюсь. Я сейчас пока ем что-нибудь, поставлю себе такое, что какую-нибудь сговорилку и просто под нее же, наверное, так на подушечку и баиньки. Так что, ну, такой вот у нас сегодня загруженный денек. Всем пока-пока.